Христос воскресе, измертью смертью смех поправ, Исущим во граби живот дарова. Из беседы святителя Иоанна Златоустова «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Иоанна 5 глава «Много належит нам возлюбленное иметь в попечении о делах духовных, и не будем думать, что для спасения достаточно заниматься, ими как-нибудь. Если в делах житейских ничего великого достигнуть не может тот, кто исполняет их небрежно и как придется, то тем более так должно быть и в делах духовных, потому что они требуют наибольшей тщательности. Поэтому и Христос, отсылая Иудеев к Писаниям, отсылал не для простого чтения, а для точного и обдуманного испытания их. Он не сказал «Читайте Писание», но «Исследуйте Писание», потому что сказанное о нем в Писаниях требовало много внимания, как прикровенно сказано для пользы людей того времени. Поэтому сказав «Исследуйте Писание», Христос присовокупил, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Не сказал «Имеете», но думаете «иметь», показывая, что надеющиеся спастись одним чтением без веры не могут приобрести никакого великого и важного плода. Но он выставляет и другую причину. Какую? «Знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Стих 42 этой же главы. «Иудеи часто гнали его, будто бы из любви к Богу, за то, что он делал себя равным Богу. С другой стороны, он знал, что они не хотели веровать в него. Итак, если бы кто спросил «Для чего ты говоришь это?», он и отвечает «Для того, чтобы обличить вас в том, что вы преследуете меня не из любви к Богу». «И сам он свидетельствует обо мне и делами, и писаниями. Как прежде вы меня гнали, считая меня Богопротивником, так теперь, когда я показал это вам, следовало бы обратиться ко мне, если бы вы любили меня. Но вы не любите его, потому-то я и сказал это, чтобы показать, что вы слишком надменны и напрасно хвалитесь, прикрывая только свою зависть. «Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Впрочем, хотя он сказал, что Писание свидетельствует о нем, но где они свидетельствуют, этого не присовокупил. «Желая навести на них, тем больше и страх, обратитесь к испытанию Писания и поставить перед необходимостью спрашивать его самого об этом. А если бы он предупредил их и объяснил это без вопросов с их стороны, то они отвергли бы и свидетельства Писания. Теперь же, если они были внимательны к его словам, им следовало прежде всего спросить об этом и узнать от него. Для этого-то он особенно и распространяет не только свои доказательства против них, но и прещения и угрозы, чтобы, по крайней мере, страхом изрекаемых на них слов вразумить их. Но и несмотря на это, они молчат. Такова злоба. Что бы ни говорили, что бы ни делали, она не трогается, но упорствует, охраняя в себе свой яд. Поэтому надлежит извергать из души всякую злобу и никогда не сплетать никаких козней. Превратен, сказано, путь человека развращенного. Притча 21 глава. И святый дух при мудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований. Книга при мудрости, 1 глава. Ничто так не делает людей глупыми, как злоба. В самом деле, когда человек бывает коварен, неблагонамерен, непризнателен, а это виды злоба. Когда раздражается ничем не обиженный, строит ковы, то не представляет ли в этом доказательство крайнего своего безумия. С другой стороны, ничто так не делает людей разумными, как добродетель. Она делает их признательными, благонамеренными, человеколюбивыми, тихими, кроткими, смиренными. Она обыкновенно рождает и все другие совершенства. Кто же может быть мудрее человека с такими расположениями? Аминь. Аминь.